Центр Уральска превращается в мусорную свалку. Жители сразу нескольких домов, расположенных на улице Доспановой, забили тревогу. Дело в том, что горожане лишились мусорных контейнеров, куда ранее выбрасывали твердые бытовые отходы. Теперь на месте, где были контейнеры, образовалась несанкционированная свалка, которая растет с каждым днем. Почему горожанам некуда выбрасывать отходы, узнавали наши корреспонденты. Жители нескольких многоквартирных жилых домов, расположенных на улице Хиоас-Доспановой, продолжают жаловаться на отсутствие мусорных контейнеров, которые ранее располагались во дворе. На месте, где были баки для ТБО, образовалась огромная несанкционированная свалка. Мусор скапливается на земле, создавая антисанитарные условия и неприятные запахи. А ближайшие контейнеры находятся далеко, говорят местные жители. Здесь раньше стояло четыре мусорных ящика, сейчас убрали. Вот видите, все раскидают сюда мусор, и здесь детские площадки, дети играют. Если так обсудить, сколько санитарных и экологических, это запрещено правильно? Потому что детям может что-то случиться, болезнь может выходить. Мы обиваем все пороги Акимата, пытаясь добиться ответа, почему убрали мусорные контейнеры. Кто теперь будет убирать мусор? Ведь мы платим за это деньги, и в итоге вынуждены оставлять пакеты на улице. Никто не объяснил, что делать дальше. Специалисты отдела ЖКХ сообщили, что контейнеры были убраны в соответствии с решением суда по жалобе владельца соседнего кафе. И вернуть контейнеры не представляется возможным. Установить контейнеры не представляется возможным, так как застройка там плотная, и контейнеры невозможно установить там. Владелец кафе подтвердил, что причиной для обращения в суд стал постоянный запах и скопление мусора возле его заведения. Я написал вчера заявление в Акимат, я сообщил службу 109, вот об этом безобразии. Вчера там был пожар, мы его тушили. Поэтому тут даже бы, если поставить контейнер, тогда мне надо закрыть предприятие, потому что запах его не дают работать. На данный момент свалка продолжает расти, и жители заявляют, что проблема только усугубляется. На данный момент компромисс не найден, и жители вынуждены справляться с неудобствами самостоятельно. Сергей Уланов, Альбина Жекенова и Була Джекапар Александр Грабарев, ТДК-42.